Я не знаю, снимать меня в очках или без, потому что я обратила внимание на всех последних видео, там где я в очках, то совершенно не видно моих глаз, потому что передо мной окно и все отсвечивает. Итак, всем добро пожаловать на канал Милый Левит, мы продолжаем сидеть в карантине, много новых новостей нету, все по-прежнему, все уже, наверное, сейчас как у всех. Я делаю активно разбор мусора, хлама, либо тех вещей, которые меня уже не радуют, очень много выбрасываю и в том числе наткнулась вот на такой большущий ящик с пустыми баночками. Но я не уверена, если эти темы до сих пор актуальны и имеет ли смысл все это постоянно копить. Если это видео наберет 50 лайков, да, все больше, то я буду продолжать копить свои баночки и периодически вам снимать такие видео. Итак, давайте начнем разбор. Я, пожалуй, все-таки надену очки, а то я ничего не буду видеть. Начнем со средства для тела. Мое самое любимое средство, которое буквально на днях закончилось, от Клиник. Он делает массаж, он делает тонус кожи, он помогает в те периоды, когда вы занимаетесь активно спортом и избавиться от всей ороговившей кожи и наслоения пота, когда вы активно занимаетесь спортом. Это важно. Ну и вот делает такой тонус кожи за счет того, что у него в составе есть ментол и вы прямо чувствуете конкретное такое покалывание. Это очень приятно, очень бодрит, и я бы с удовольствием купила его еще раз. Здесь 250 мл, и мне ее хватило, ну опять же, я ее пользовалась примерно раз в две недели, скажем. Мне ее хватило на год использования. Вот такая вот я экономная. Я еще, знаете, люблю как намазать ее на специальную щеточку и растираю этот скраб, чтобы он лучше внедрялся, лучше втирался, впитывался. Также для успокоения и вкусно пахнущего тела вам обязательно поможет лосьон для тела от Victoria's Secret. Обожаю все их кремы для тела. Потрясающие запахи, потрясающая текстура, очень легко, быстро впитывается. Полная ее стоимость 150 шекелей, но очень часто они идут по скидке 1 плюс 1. У нас в аэропорту есть их бутик. Далее от Михаль Сабон. Это твердый, твердый, ну как, да, можно его так назвать. Твердый дезодорант. Это единственный дезодорант, который реально меня спасал. И мне его тоже хватило на целый год. Я его в любом случае закажу повторно после карантина. Просто я не знаю вот сегодняшние дни, когда что. Поэтому я пока пользуюсь обычным. Но вот вообще ни в какое сравнение не входит. Это необычный, да, дезодорант. Я его беру на кончик ногтя и кладу вот прямо горошинку под мышку. До него я пользовалась дезодорантом от Холовин, обычным шариковым. Он тоже неплох. Но, например, в критические дни он меня подводил. Фирма Сабон. Баттер Скраб. Я его даже не закончила. Он мне не понравился. Он был изначально немножко как бы жидковатым. Но в конце он сильно стал прямо твердым, засохшим, высохшим. Так что обходите его мимо. Ну, как по мне. Тоже от фирмы Сабон. Кстати, у них есть и очень хорошие продукты, и совершенно ужасные. И вот, например, этот хороший продукт, как они это называют, органическое молочко для тела из овсянки. Ну, как бы это крем для тела, и он тоже потрясающе вкусно пахнет, потрясающе по текстуре ложится на кожу. Я люблю часто менять вот такие вот вещи. Я ими пользуюсь каждый день кремами для тела, после каждого душа. Но я знаю многих девушек, которые вообще не пользуются кремами для тела. И я в свое время тоже ими не пользовалась. Только, наверное, последние лет 5 я ими активно пользуюсь. Крем для ног от тоже израильской фирмы LALIN. Он, на удивление, очень даже неплох. Неплох, да, скажу. Он может быть аналогом крема для тела от AVA. Да, на таком же уровне. Очень хороший. По-моему, в районе 30 шейкель он стоит как-то так. Средства для волос. Покупала я шампунь фирмы B. Новые вот эти, Суперфарма B. Фирма, сама фирма шампуня, это CHILL. И они продаются там. Мне очень не нравился его мандариновый запах. Но, слава богу, тут не такой большой объем. Ничего особенного о нем не запомнилось. Вообще, знаете, как у меня с шампунями, очень редко бывают прямо такие попадания, чтобы я повторяла шампуни из раза в раз. Кстати, мой любимый на последнее время шампунь. И я его здесь не вижу от Natural Formula. Вот Jason, достаточно дорогой шампунь с биотином. Он был слишком жидкий. Я каждый раз, перед тем, как его использовать, я об этом забывала. А я привыкла, знаете, у меня же много волос. Я привыкла брать целую вот практически ладонь. А тут он настолько жидкий, что он сразу у меня выливался. И его нужно было брать экономно и совсем по чуть-чуть. Эффект, суперэффект был только после первого применения. А потом, видимо, волосы уже к нему привыкли. И потерялся вот тот самый крутой эффект. Все эти новомодные добавки, мне кажется, только для красного словца. Шампунь для объема от Ив Роше. Тоже ничего особенно про него сказать не могу. Был у меня еще такой шампунь с облепихой. Он натуральный, без солей. Шампунь от Аваланч. Профессиональная марка, которая только в Прихмарьевских продается. Тоже дорогой. И тоже особенно ничего про него сказать не могу. Ну, хороший, да, шампунь. Но, скажем, можно найти, опять же, среди бюджетных неплохие подобные варианты. А Джон Фрида шампунь. Тоже как-то я его не совсем поняла. И еще для волос у меня была маска от Треземе с кератином. И тоже не могу сказать, что был от него какой-то вау-эффект. В одном японском онлайн-магазинчике я покупала вот такую вот штуку. Девил, это фирма. Значит, это такой аксессуар для волос. Когда вы нанесли шампунь, то вы массажируете кожу головы. Да, но, как видите, она, во-первых, у меня рассохлась и распалась. И, во-вторых, я как-то с непривычки, видимо, все время забывала ею пользоваться. Здесь у меня от Ив Роше гель для душа с мимозой. Потрясающий аромат. Очень люблю гель для душа от Ив Роше. Я безумно рада, что вот последние два года у нас есть возможность покупать их в Израиле. Окей, о половине рассказала. Теперь дальше пойдем про лицо. Значит, в порядке использования. Сначала мы снимаем макияж. И я использовала, например, для снятия макияжа с глаз средство от Clorans. Двухфазное, которым я была вполне довольна. Но, если честно, есть, опять же, более в два раза более дешевые аналоги, которые тоже очень хорошо, эффективно работают. Средство миниатюра от SVR. Заказываю в интернете на пробу. Мицеллярная вода. Подходит как для лица, так и для глаз. Неплохое средство, да. Я не знаю, буду ли я его повторять, в принципе, за счет того, что оно бюджетное, то возможно. Но, опять же, из-за того, что я в последнее время редко заказываю косметику с интернета, то я не уверена, буду ли я повторять ее или нет. Далее у меня здесь две маски-стирки, которые имеют эффект как раз очищения кожи. Вот этот идет с кислотами АГА. А этот идет с какими-то витаминами осветляющей. Это от Элизавека. А вот это японская фирма Розет. И с обоими я не сдружилась. Этот ритуал у меня никак никуда не вписывается. Потому что я и так достаточно хорошо очищаю свою кожу. Как-то дополнительно еще использовать такое средство. Пыталась, пробовала, но как-то нет. Не очень. И плюс к тому же, постоянно после нее тереть свое тело, чтобы все эти катышки с грязью отошли. У меня вот сама процедура, это как-то не очень понравилось. Не очень убедительная для меня она была. Поэтому они практически полные. Я не знаю, может кого-то если заинтересует и вы хотите попробовать, то можно как-то с вами пересечься. Я вам их могу передать. Далее у меня здесь два молочка для снятия макияжа. По-моему я уже стала совершенно старомодной в этом плане. Потому что мало кто сегодня пользуется молочком для снятия макияжа. Но я люблю. Я лично люблю это больше, чем ментилярную воду. И я пользовалась от Calistar. Я пользовалась от фирмы First Aid Beauty. Вот этот мне гораздо-гораздо в разы больше понравился. И он сделан в Италии. По-моему в последнее время я больше ориентируюсь как раз на итальянскую косметику. И очень люблю заказывать фирмы, изготовленные, произведенные именно там. Вот эта фирма, она неплохая. Но в рамках молочка мне она вообще не понравилась. Далее средства для умывания. Заказывала на iHerb тоже корейская фирма CorsX. С пониженной PH кислотностью. И в составе здесь есть чайное дерево, которое очень доминирует в аромате. Поэтому каждый раз, как я им пользовалась, меня это немножко смущало. Поэтому вряд ли я буду повторять эту умывалку. Хотя сама по себе она неплохая. У кого жирная или комбинированная кожа, то вам она должна понравиться. Просто потрясающая умывалка. Но, к сожалению, очень дорогая. От Kiehl's с календулой. Ее я очень советую, рекомендую. Но, опять же, тут только дело от цены. Потому что, ну, постоянно ею пользоваться будет очень убыточно. Но иногда можно себя побаловать. От американского бренда Michael Todd. Я покупала Cleansing Oil. Это как гидрофильное масло. С косточками винограда. Но что-то он мне не очень зашел. Он плохо мылился. И не было от него ощущения чистоты. На пробу из миниатюр у меня были тоже от SVR. Неплохой гель для умывания. От Drunk Elephant. Все очень любят эту фирму в Европе. Она сейчас очень стала модной. Но я пока что не разобрелась в черпишках. Вот такая вот от Glow Receipt. Тоже считается люксовая корейская фирма. Черникой. Но он слишком слабый. И вот так же, как от Michael Todd. Я после него применяла еще какое-то чистящее средство. Мне было его одного недостаточно. Для полного ощущения чистоты на лице. Теперь пройдемся по тоникам. От Michael Todd у меня был тоник с брусникой. С антиоксидантами. Он идет как увлажняющий тоник с антиэйджинговыми ингредиентами. Здесь и витамин А. И ягоды Асай. Очень хороший. Да. Вот опять же у Michael Todd есть очень прорывное средство. И есть очень провальное. Но если будет возможность снова как-то заказать их из Америки. То я с удовольствием повторила бы его еще раз. Теперь тоник от нашей израильской фирмы Nots Madar. Если вы едете в Эйлад, то не примените обязательно свернуть с дороги. И съездите в их кибуз. Очень редко где можно встретить их косметику в других местах в продаже по Израилю. Поэтому обязательно, если там будете, заедьте. Потому что вот как минимум это средство стоит того. Это просто, можно сказать, обычная водичка с лемонграссом. Но она настолько бодрит. Она настолько освежает. Она настолько классная. Плюс мне нравится, что здесь идет необычный дозатор. Прикрыскаете прямо на лицо. И можно похлопывающими движениями его втереть в лицо. Или просто даже оставить без ничего. На Охербе я покупала тоник от Derma E. С кислотами DMAE. И если честно, у него есть несколько тоников. У этой фирмы. И в прошлый раз я пользовалась, если не ошибаюсь, это был с витамином C. У него была оранжевая пробка. И он мне гораздо, гораздо больше понравился. От этого было немножко ощущение стянутости кожи. Поэтому я его не буду повторять. И вот такая малышка у меня закончилась от Gatino. Здесь 50 мл. Он стоил совсем копейки. Но его хватило мне на месяца два, так точно. Неплохой тоник. Единственная его проблема, что у него слишком был парфюмированный аромат. Немного здесь масок у меня закончившихся есть. Как, например, от Dr. Jar. Это очень крутая японская фирма. Это альгинатная маска. Она в таком необычном оформлении. Внутри было два пакетика с водичкой. И смешиваете вот эту маску с водичкой. Здесь была такая специальная даже ложечка. Ее надо смешать и нанести на лицо. Почему-то написано, избегая района глаз. Хотя обычная альгинатная маска, чем она примечательна? Это одна из единственных масок, которые можно применять непосредственно на глаза. Ведь нашим глазам тоже нужно за ними ухаживать и какие-то маски делать. А вообще по эффекту, да, неплохая маска. Хотя, опять же, я должна сказать, что есть аналоги. Может быть не у нас в Израиле. Хотя это тоже не продается у нас в Израиле. Есть аналоги, которые дешевле и работают не хуже. Закончилась у меня такая маленькая маска от Glam Glow. Это была маска... Они все практически идут на очищение. Май пришла помогать мне снимать видео. Я люблю все маски от Glam Glow. Хотя многие от них... Многие из них делают мне сильно чувство покалывания. Но, в принципе, это все терпимо. Маска тканевая. Пришел тот момент, когда дети расстричались. Ой. Очень хорошая тканевая маска от Airborian. Она не дешевая, но она как раз та маска, за которую я до готова платить деньги. Она стоила около 7 паундов. От нее потрясающий эффект. Редко, когда советую вам тканевые маски. Но эта тканевая маска просто потрясающая. Я не могла вам о ней не рассказать. Потому что большинство тех, которые продаются у нас в Superfarm от Tony Moil или вот такие вот. Они, как, знаете, заменитель вашего увлажняющего крема. Они мало что делают в долгосрочном плане. Кстати, в Superfarm тоже покупала вот такую штуку, которая вроде как делает вам утяжку живота и боков. Это такая маска для тела. Ничего особенного, если честно, не введитесь. Не тратьте за нее хоть там и 15 шекелей, но не тратьте свои деньги. И еще одна маска миниатюра, которая у меня была от Peter Thomas Rot. Это огуречная гелевая маска. Хотя мне почему-то каждый раз, как я ее использовала, мне казалось, что это не огурец, а алоэ. И я ее как раз использовала всегда после пребывания долгого на солнце. Когда хотелось, чтобы лицо пришло в норму. И теперь я вам расскажу о серумах. У меня здесь два серума с витамином С. Один от Kiehl's, достаточно новый. И один от Michael Todd. Вот этот у меня, как ни странно, очень быстро закончился. Хотя здесь 30 мл, но буквально за один месяц он у меня весь вышел. Знаете, витамин С это такой витамин, который реально работает только когда он свежий. Когда его только-только сейчас приготовили. Поэтому я много не возлагаю на продукты, в составе которых есть витамин С. Потому что, как правило, он уже полувыдохшийся и малоактивный, практически бесполезный. И вот это то, что я почувствовала по отношению к этому серому. Но в отличие от него Kiehl's, я не знаю, если это только благодаря витамину С, наверное, здесь все-таки благодаря каким-то другим также ингредиентам в составе, он оказался очень-очень хорошим. И вообще до сих пор все кремы и серумы, которые я пробовала от Kiehl's, мне лично подходили. И я прямо их очень люблю. И вам тоже буду рекомендовать. А также серумы от Aava тоже все, но их не так уж и много, которые я пробовала этой нашей израильской фирмы. Мне они тоже очень подходят. Прямо отлично питают кожу. Я их использую каждый день перед тем, как наношу крем. И он не утяжеляет кожу. Потрясающе, как по мне, это обязательно. Могу хоть какой-то серум использовать. И вот, например, я пробовала такой серум от Михаль. Идет с пипеткой в жидком, совсем практически как вода виде. Но при этом он тоже неплохо питает вашу кожу. Но после него нужно выдержать какое-то количество времени, прежде чем вы нанесете крем, потому что ему занимает время, чтобы впитаться. Здесь у меня несколько, два точнее, крема от Aava. Красная серия – это одна из последних. Apple of Sodom, Sodomское яблоко. Позиционирует себя как заменитель ботокса. Но, если честно, вот я использовала его несколько месяцев. Сильно не увидела изменения количества морщин. Не стану больше переплачивать и покупать его снова. Вот такой обычный увлажняющий Time to Hydrate линейка. Активный увлажняющий гель-крем. Отличный крем на все случаи жизни. Можно им пользоваться как утром, так и вечером. Очень-очень легкий, легко впитывается, хорошо увлажняет. Ну, собственно, что еще нам надо? Как дополнительная подпитка кожи, я бы просто брала бы более сильный серум. От Kiehl's у меня также был крем Ultra Facial. Он тоже самый простой, самый легкий из дешевых, которые есть у Kiehl's. И при этом он очень хороший. Мне он очень нравится. Скромно, просто, но эффективно. Пробовала такую миниатюру от Drunk Elephant с протеинами, полипептидами. Я что-то не очень его поняла, если честно. От JJ, израильская профессиональная марка. Крем с 10% молочной кислоты. Немного пощипывала мне, но в конце он мне очень понравился. То есть, вначале нужно было к нему немного привыкнуть. И в конце я его даже, видите, порезала, чтобы самые последние капельки оттуда забрать. Потому что крем мне понравился. И если будет возможность, то я его повторю. Я его использовала исключительно на ночь. И последнее. Здесь пустая баночка крема, который я изготовила сама на курсах. И я снимала вам про это отдельное видео. Оно на иврите, если вам интересно, то послушайте. Здесь было намешано, чего только в нем не было. И по итогу он классный. Да, тоже дешевый и классный. Потому что вы платите только за стоимость самого курса. Который включает уже все возможные ингредиенты. Да, и результат был хороший. Да, как ни странно, результат хороший. Все, пошла на мусорку все это выбрасывать. Заодно, да, событие такое. Куда-то выйти из дома. Хоть до мусорки прогуляться в сегодняшних реалиях. Это реально какая-то непонятная ситуация. Спасибо большое всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Жду ваши комментарии по поводу того, продолжать ли эту рубрику, либо сматывать уточки. Желаю всем приятного времяпровождения дома. Всех люблю, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok